Всем привет! В эфире Юморбокс и ушатальный репортаж. Собака бывает кусачей только от жизни бродячей. Команда фестиваля Юнафест объявляет «Щенячий апрель» выставка пристройства собак, где каждый может найти себе настоящего друга. На этой выставке у нас как обычные собачки и кошечки, но особенность этой выставки в том, что у нас объявлен «Щенячий апрель». На этой выставке у нас очень много, порядка 30 щенков. От где-то трех месяцев они уже полностью привиты, здоровы, готовы к пристройству и вот ждут своих хозяев. Мы приехали сегодня на выставку взять домой, спасти животное. У вас есть какие-то любимцы среди них? Ну, наверное, это неправильно иметь любимцев. Мы всех наших животных очень любим, они для нас все особенные. Мы в них вкладываем душу, мы занимаемся с ними, у нас и ветеринарные врачи с ними работают. Потом зоопсихологи, кинологи, филинологи. Поэтому они для нас все особенные, все наши дети. Мы всю информацию о наших подопечных выкладываем на сайт, в социальные сети. И некоторые вот уже стоят прямо, да, стоят в очередь, ждут. Вот, и как только кто-то хочет забрать, либо я, либо мои коллеги общаемся, мы должны понять, что это осознанный выбор. Что человек и животное действительно друг другу подходят. Потому что бывают, знаете, эмоции. А мы должны убедиться и убедить человека в том, что это именно его животное и животному будет хорошо. Да, вы берете столько печенья. Как собака на селе, не себе. Помните каких-нибудь известных собак? Собак? Ну, биткоин, в первую очередь. Наверное, это первое. Ну, белка и стрелка, это на втором месте по узнаваемости, да. Ну, Мухтар. Ну, сразу белый бим, черный ух. Хатико. Каштанка. Даша. Даша. Не будите спящую собаку. Есть какая-то ваша любимая пословица, поговорка про собаку? Собака друг человека, это, наверное, самое важное. Мы иногда так шутим между собой, что, ну, выставки делают, мы на этом собаку съели. Собаки, как и кошки, они оставили след в разных сферах нашей жизни. Вот, есть такие, например, собаки-терапевты. Может быть, они не очень известны, они не звезды. Если вы будете каждый раз останавливаться, когда лает собака, то вашей дороги не будет конца. А эти собаки прошли свой путь и нашли и обрели свой дом и своих друзей. Друзья, у нас есть традиции. Каждое третье воскресенье апреля мы с ушатальным репортажем ходим в цирк Аквамарин, где сегодня состоится благотворительное мероприятие, приуроченное к Международному дню цирка. Друзья, ура-ура! Мы в цирк идем! Цирковые вообще такие люди, мне кажется, с другой планеты. И поздравляем всех тех людей, артистов, кто имеет отношение, кто трудится, кто артист, кто за кулисами. Ну, я не знаю, или как правильно, за цирком, да, или там за кулисами. Всех тоже поздравляем, потому что это огромный труд удержать, стать, быть артистом цирка. С праздником! А ради этого цирка и создается, что взрослые люди приходят и забывают обо всех проблемах. Значит, артисты этого цирка этого добиться могут. И они это регулярно делают. Вот это здорово. Мало того, сегодня вечер просто бомбический, потому что удивительная ряда, это сразу четыре благотворительных фонда в одной истории. И, зная работу цирка, я верю в то, что пройдет все нормально. Мы с Сокомарином сотрудничаем, приглашаем детишек с различных детских домов, подопечных фонда, чтобы они могли украсить свой день яркими впечатлениями. Сегодня мы подготовили 11 «Тигр народов мира». Это французские, канадские, американские, немецкие, латвийские, ирландские. Еще некоторые страны, чтобы люди могли понять, как досуг или дети отдыхают в других странах. Узнать, что есть и другие культуры, что и в других странах тоже интересуется, чтобы был досуг среди семьи и могли отдыхать. Какой цирковой жанр вам больше всего нравится? Ну, наверное, как всем детям, клоуны. Ну и, соответственно, с животными, когда животные выступают, потому что это огромный труд. Я очень люблю клоунаду. Если взять все понемногу, в принципе, все нравится, потому что каждый жанр, он какой-то особенный, волшебный, сложный. Вот для меня цирк, в принципе, это сложно. Как и быть комедийным артистом, клоуном, жонглером, воздушным гимнастом. То есть для меня это все сложно и всегда вызывает восхищение и какое-то переживание, внутренний страх, чтобы все прошло отлично. Каким бы вот жанром ты хотел бы вводить? Каким бы трюком цирковым? Я попробовал бы себя воздушным гимнастом. Хотел бы быть жонглером, потому что, в принципе, я в детстве пытался это сделать. Брал, убрал, ну, конечно, все пытались, я думаю, брали на столе там груши, яблоки, да, и начинали. Я бы попробовал вместе, 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 поучаствовать в конкурсе и каком-то лизианистом. Что артисты цирка делают за кулисами? Я думаю, они настолько профессиональны, что не репетируют перед самым выходом. Скорее всего, я думаю, нет, я думаю, просто действительно уже готовы и обычно обсуждают, сколько людей пришло, как мы это все, их будем веселить. Если бы это не было интервью, я бы сказал слегка другой ответ, но так как это интервью, я все-таки скажу, все-таки нас дети наверняка жить будут смотреть. То, что они наверняка готовятся, читают свой сценарий, напудривают нос свой красный, чтобы он прям блестел. Они готовятся, они разминаются, они просчитывают, это же математика, но при этом эта математика должна выглядеть настолько естественно и легко. Я как артист примерно предполагаю, что они могут сделать, конечно же, настраивать себя на хорошее, отличное выступление. Ну, примерно как-то так. Кто-то только что не делает, кто-то репетирует, кто-то пьет кофе, каждый занимается своими делами. Смотря на ваш микрофон, там написано юмор, я думаю, что за кулисами они друг друга шикотят, чтобы было веселее. Россия без дураков, как цирк без клоунов. Звонок. Ой, вот цирк уехал, а почему вы остались? В смысле? До меня не дошло. Не знаю. Все пошли отдыхать, да? Ну, а мы как бы хозяева, смотрим за порядком. Ушатальный репортаж. Смотрите ушатальный репортаж. Продолжение следует...